Еще одно обращение в редакцию национального телевидения. Детскую площадку построили, отчитались и забыли. Снежная зима заметает последние следы. Дети на ней играть не могут, если только не по пояс в сугробах. Да и то с утра в это время темнеет рано. Родители просто боятся отпускать детей на площадку. Жители дома по улице Советской Мариинского посада обратились в администрацию городского поселения и в центр управления регионом. Наша съемочная группа выехала в Мариинский посад. Здесь снег и темно. Площадку построили, а играть детям на ней невозможно. До горок и других аттракционов просто не добраться. Нога ребенка сюда точно не ступала. А вечером еще и опасно. Детская площадка у нас здесь никто ни разу не чистил. Вечером никто не играет, никто не выходит. Если бы снег чистый, мы бы здесь катались, игрались. У меня детей нет, но все равно у меня душа болит. Я давно тут живу. В управляющей компании уверяют, что снег здесь чистится постоянно. Но в приоритете подъездные пути к живому дому. А детская площадка – это развлечение. До нее пока руки, вернее лопаты, не добрались. И пока не успели, у нас уборщица новая выходит с завтрашнего дня. Предыдущая написала заявление. С 17-го числа уволилась. А были снегопады все выходные. А возле подъездов почищено. Ну, естественно, почистим. И когда, естественно, почистят, неизвестно. Но нечищенная от снега территория – не единственная проблема местных жителей. Цвет у нас только вот как элемент эстетики абсолютно. Ни разу эта лампочка не загоралась. Мы ждали, ждали. Думали, дети вечером будут играть на площадке. Нет, темно. Этот дом вообще в темноте. Страшно там. Ну, мы говорили, сырой кино, нашему главе. Уж сколько раз говорили. Он все обещает, обещает. Ну, наверное, сделает, раз обещает. Глава местной администрации Вячеслав Сыройкин на этой площадке уже не впервые. После обращения жителей он отправил необходимую документацию в коммунальные технологии. Здесь проходит 10 киловатт. Нам 10 киловатт не нужно. Нам всего лишь 0,4. Поэтому мы обращались сначала в УСН на коммунальные технологии. Они приехали, посмотрели, сказали, мы вам дать не можем. Поэтому выходите официально. Будем искать точку учета, где все-таки можем и подключиться. Ну, вот на сегодняшний день детская площадка находится в городском балансе. Мы ее еще не успели передать. Как только восстановим здесь полностью освещение, в течение двух недель, я думаю, надеюсь, у нас в принципе завершится. Мы все это переведим. Бюрократические взаимоотношения – процесс небыстрый. Пока кому что надо передадут, пока согласуют, пока восстановят. Глядишь, и световой день будет дольше. А там и освещение включать не придется. И отвечать за такие проволочки, считай, некому. Все в рамках нормы. Инесса Потапова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошейн, Республика, Ринский посад.